Предлагаю собрание радиолюбителей винтажной техники считать открытым. Пиратское радио. Спасибо всем, кто слушает. Даже тем, кто говорит, что не слушает, но всё равно слушает. Добрый день, уважаемые любители и почитатели нашего пиратского радио. С вами главный администратор сайта и канала в ютубе Радио Мульт. Собрание радиоцеха хулиганов и прочего, как выразился один наш недоброжелательный подписчик, радиоотребья считаю открытым. Какие у нас сегодня новости? На сайте выложено пара схем, проверенных и работающих. Сожгли около 10 ламп типа 6P36S и 6P44, запуская и настраивая усилитель мощности. Усилитель заработал, а вот лампы нет. Будем пробовать лампы из другого магазина. Вот в этом месте просили рекламу прочитать. Дорогие товарищи, слушайте всесоюзное средневолновое радио СССР на частоте 1575 кГц. Радио СССР это не просто совсем старое радио из архивов старого радио. Это лучшие подкасты, безвозмездно собранные с простора интернета для вас. Радио СССР объединяет несколько поколений и миллионы радиослушателей. Вот тут должна быть реклама радиоприемников, на которых можно слушать станцию и перечисление городов. Но они не заплатили. То ли заводов уже нет, или в этих городах радио уже не делают. Поэтому сразу второй пункт. У нас в гостях представители еще одной подпольной радиостанции, а в народе называется УВБ-76. Они ответят на письма наших радиослушателей впервые. Впервые в истории между нашими станциями установлен радиомост. И вот первый вопрос. Зачем вы передавали сообщение про пролив Сталина на 9 мая и крутили Лебединое озеро? Здравствуйте, товарищи. Это сообщение передавали на нашей частоте радиохулиганы. И нам всем тоже было очень приятно, что про нас не забыли. Наши радиотелеграфистки даже выключили зуммер и сняли несущую частоту, чтобы убедить всех, что сигнал исходит не от нас. Сложная у нас работа, особенно у тех, кто слушает бузер или другими словами жужжалку. Даже когда не слушаешь, то все равно слушаешь. Прямо как пиратское радио. Большое спасибо тем радиосталкерам, которые эту нашу частоту постоянно контролируют. И запись эфира на ютубе выкладывают. Да, можно в этом случае запись послушать потом и услышать, если что пропустил и расслабился на дежурстве. Я тебе расслаблюсь. Я тебе так расслаблюсь, что тебя потом долго расслаблять будут обратно. Товарищи, так почему же вы этих радиохулиганов не ловите и не задерживаете? Военный бюджет у нас сейчас ограничен. Своими силами никого не поймаем. А в полицию обращаться пробовали? Пропробовали обращаться в полицию. Себе дороже вышло. Начали те искать, откуда трансляция. Так у них все радиостанции как взбесились. По всем полицейским частотам зазвучал наш зуммер. Заиграло Лебединое озеро. Искали три месяца. Район определили, а где шуршавчик стоит не нашли. Вот пока аккумулятор не сдох, связи у полицейских не было. И счет, понятно, нам, военным, выставили. А начальство ваше что? Про начальство мы и точно не знаем. Но если как везде про коррупцию говорят в верхних эшелонах, то лучше и не надо пробовать. Подскажите, пожалуйста, народ интересуется. Радио на частоте 1575. Это ваш проект или тоже радиохулиганский? Нет, не хулиганы, а у генерала нашего проекта. Его жена в основном на даче живет. Так она думает, что до сих пор в Советском Союзе находится. Ведь на генеральской даче с тех пор ничего не поменялось. Вот только стала она спрашивать недавно, почему это радио не работает. Пришлось напрячься и придумать ей старое радио крутить на средних волнах. Пока вроде прокатило, верит. Телевизор по кабелю ей показываем. Слава богу, что с памятью у нее не все в порядке. А то программы-то все у нас старые, новости старые. А вот еще интересный вопрос. И тоже многие интересуются. Скажите, ОВБ-76, какие задачи и когда она была создана? И кем? Начнем с последнего. Станция наша еще не создана и будет создана в будущем. Для стабилизации техногенных процессов, которые произойдут в будущем, когда белорусскую АЭС подключат к огромной майнерской ферме и случится квантовый скачок. И многие зоны на Земле создадут квантовые двойники. Целые года будут переброшены во времени и пространстве. У писателя Артема Агаменистова есть серия книг под названием «Стикс». И говорят, что это очень похоже. Наша частота 4625 сдерживает территории и процессы от трансформации пространства и времени. И мы пока мало что понимаем. Ведь в этом наша станция пока еще не задействована. Все это произойдет в будущем. Но инструкции из будущего у нас есть. И мы их выполняем. Лихо закручен сюжет. Даже круче, чем мы думали. Спасибо, товарищи, за внимание. Продолжим позже. Сейчас пора на службу. Спасибо, товарищи, что согласились ответить на наши вопросы. Хотя подозреваю, что их стало еще больше этих вопросов после этих объяснений. На этом собрание любителей винтажной техники и таинственных радиостанций считаю закрытым. Теперь рекламная пауза спонсора нашей программы. Наша компания уже много лет успешно работает в сфере криптовалют. Мы готовы открыть вам мир новой экосистемы ChiaCoin. Плотинг. Можем в кратчайшие сроки засеять ваши диски, используя мощности сотен серверов в нашем дата-центре. Фарминг. Решим вопрос с размещением на наших серверах ваших засеянных дисков или поставим вам под ключ готовую ферму для фарминга ChiaCoin. Мы не оставляем своих клиентов один на один с проблемами. Всегда готовы дать исчерпывающие ответы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова